Проект «ЦВИТ» «Сказки для взрослых и детей» представляет Владислав Каменев «Симбиоз» читает Олег Шубин Привычно преодолев железку на кордоне, Миклуха остановился и тралил взглядом уходящую за горизонт асфальтную дорогу. Справа осколками зубов врезались в серое небо полуразрушенные постройки силосной башни, а по левую руку взгляд уходил вдаль по холмам, сплошь покрытым серебристой травой. Как же он устал и хотел пить! Долгие часы Миклуха экономил воду, но теперь, когда дорога была почти пройдена, сталкер мог наконец-то немного расслабиться и не загадывать в будущее. Миклуха потянулся к поясу, отстегнул флягу. На дне еще бултыхалось пару глотков. От холодной воды свело скулы, заныли зубы. Убрав флягу, он привычным движением приблизил запястье к лицу и посмотрел на экран ПДА. Пусто. Ни аномалий, ни людей, ни зверья. Только синяя отметка, цель его поиска, выделялась возле заброшенного поселка на фоне карты высот и прочих замысловатых обозначений. Ну вот и хорошо, вот и замечательно, отметил про себя сталкер, довольный таким раскладом. Раз проблем не предвидится, то надо было поспешить. Чем скорее он доберется на место, тем лучше. Миклуха поудобнее перехватил весь мешок и зашагал вперед. Но не успел он протопать и десяти шагов, как небо потемнело, постепенно приобретая гранитный оттенок. Вскоре на землю буквально обрушились потоки воды. Капли дождя неприятно забарабанили по плащу, отбивая свой ритм. Миклуха с раздражением нахлобучил на голову капюшон и ускорил шаг. Вокруг бушевала стихия, а сталкер шел и лениво скользил взглядом по залитой дождем земле. «Зона, она не для людей», — размышлял сталкер. «Она ломает их, пережевывает, а затем исторгает обратно, лепя марионеток по своему подобию». И в то же время зона притягивала его словно магнит. Она создавала собственную реальность, устанавливала собственные правила и законы, отрицала ненужные для нее условности большой земли. Постепенно Миклуха обминул развалины, прошел вдоль небольшого моста и направился к крутому подъему впереди, чуть правее от нагромождения из бетонных балок. «Кто были эти строители? Зачем они привезли сюда эти бетонные балки, которые сейчас образуют безобразную кучу?» — спрашивал себя сталкер. «Скорее от нечего делать, нежели из желания понять». Поднявшись по склону, Миклуха вновь остановился. Дождь прекратился, и в воздухе витал уже привычный запах гнили, терпкость мокрой земли и острый привкус озона. Он смотрел на бывший поселок, расположившийся внизу под холмом. Запустив пятерню в карман, он достал очередную гайку и бросил ее вперед. Пролетев несколько метров, гайка весело поскакала по земле и остановилась только у подножья. Кмыкнув, сталкер начал спускаться по только что пройденному кусочкам металлопути. Шагая по склону, он не заметил, как позади него, у самой поверхности земли, что-то неясное вдруг зашевелилось, закопошилось черными нитями. Собираясь в сплетение и клубки, они потянулись за сталкером, а затем мягко опустились ему на спину. Миклуха замер, почувствовал, как в голове зашумело, закликотало. Все мысли сталкера будто бы устремились по одним им известным тропам куда-то в недрассознание. А тем временем мир вокруг незаметно линял, теряя поначалу самые яркие цвета, а потом и все оттенки, не сохраняя более никаких иных различий, кроме черного и белого. Будто бы ребенок впервые взял в руки графитовый карандаш и нарисовал на белом листе свой сад за окном. Шум в голове внезапно стих, однако нечто внутри него собралось в морозящий клубок и принялось медленно продвигаться вверх. На мгновение замерло, а затем резко проскользнуло в голову. Сталкер хотел было заорать от ужаса, но из глотки вырвалось лишь слабое сипение. Он зашатался. Черно-белая картинка перед глазами поплыла бензиновыми разводами, а некая сущность покрутилась, поворочилась у него в голове, будто бы кот на подушке, и замерла, заполнив, заменив собою почти всю его сущность. Медленно, подчиняясь чужой воле, Миклуха поднял руки и распустил лямки. Вещмешок тяжело упал на землю, за ним последовал и автомат, громко клацнув металлом оподвернувшийся камень. Сталкер опустился на колени, в его глазах блеснуло понимание. Он пришел сюда. Он был здесь для того, чтобы познать зону, чтобы научиться в ней жить. И вот теперь Миклухе больше нечему было учиться. Он стал неотъемлемой частью этого мира. Настолько простая истина, которую только что осознал Сталкер, проявилась перед мысленным взором, словно старая пленка, и она поразила его своей лаконичностью и незамысловатостью рисунка. Миклуха, или уже не совсем он, закрыл глаза, наслаждаясь моментом единения. Последние проблески рассудка, граничащие с бессознательным, отчаянно боролись за контроль над телом. Однако спустя всего мгновения Сталкер почувствовал, что словно слегка приоткрытая дверь, внезапно с грохотом захлопнулась, и его разум окончательно погрузился во тьму. Прошел час, другой, а Миклухов все стоял на коленях. И никакая мысль не тревожила Сталкера, и не было во всей зоне более счастливого Сталкера. Металлический ляск разорвал окружающую тишину. Большой круглый люк, ранее скрытый под толстым ворохом валежника и листьев, откинулся в сторону. В образовавшемся проходе показалась голова. Внимательно осмотревшись, голова подалась вверх, проявляя наличие грузного тела в грязных лохмотьях. Голова и тело, помогая себе руками, полностью вылезли наружу, обнаруживая также и наличие ног. Субъект замер, еще раз оглядел окрестности и, обернувшись, что-то рявкнул в темноту прохода. Через минуту из люка вылезла еще одна фигура, правда, не такая впечатляющая своими размерами, но, подобно первой, в таком же оборванном и грязном комбезе. «Линя, а я че тебя базарил, а?» прогнусавил грузный, показывая пальцем на застывшего Миклуху. «И че эти лохи сюда прутся?» Его напарник с отсутствующим выражением на лице только пожал плечами. «Сталкер Гимля!» с презрением объявил грузный, как будто бы это все объясняло. Он сверкнул слюной сквозь гнилые зубы, и кривая ухмылка, больше похожая на оскал, исказила его рожу с уродливо распухшим и мясистым носом. Шрам через всю левую сторону рожи дополнял и без того достаточно интеллигентный образ индивида. Видимо, и не ожидая ответа напарника, грузный подал ему знак рукой, побуждая к действию. Тот только кивнул в ответ, после чего обошел грузного и приблизился к Миклухе. Рука молчуна скользнула за пояс. Послышался резкий звук остро заточенного лезвия, выходящего из ножен. Словно сквозь толстый слой ваты, Миклуха почувствовал, что его схватили за подбородок, запрокидывая голову вверх. Темное небо в последний раз отпечаталось в глазах сталкера, заглядывая ему в душу. Молчун совершил заученные движения рукой, и густая кровь, смешанная с чернотой, потоком устремилась на жадно впитывающую ее землю. Резкий запах металла перемешался с влагой и прелостью листвы. Жизнь уходила из сталкера вместе с сущностью, которая незадолго до этого завладела им. Черно-белый мир ярко вспыхнул напоследок, а затем исчез. Молчун и Грузный еще пару секунд стояли и безразлично смотрели на безжизненное тело. Затем Грузный подошел ближе, и они быстро принялись избавлять труп от всего ценного, метая по окрестностям затравленные взгляды. «Бызреем я!» не выдержали нервы у Грузного, и он пнул Молчуна локтем под ребра. Молчун стягивал с трупа уже второй ботинок и только злобно зыркнул в ответ. Однако дело таки пошло быстрее, и вскоре оно было сделано. Не забыв подхватить Миклухин вещмешок и автомат напарники поспешили к открытому люку, по дороге громко пыхтя и толкаясь. Честно заработанный хабар полетел вниз, Молчун и Грузный полезли следом. Тяжелый люк с крохотом захлопнулся, надежно закупорив вход в подземный бункер. Прозвучал лязг засова. Настенный экран ожил, заполнив мерцанием средних размеров помещения. Лаборатория, а это, судя по всему, была именно лаборатория, была сплошь заставлена многочисленными приборами, пробирками, повсюду разбросанным непонятным хламом из сплетения металла и электронных схем. По углам примастились шкафы, которые тоже не пустовали и были плотно заполнены контейнерами для артефактов. «Ну что там еще?» В крайнем раздражении пробурчал себе под нос человек в белом халате. Так и не донеся чашку кофе к рту, он предпринял над собой определенные усилия и поставил ее обратно на стол, встал со стула и приблизился к панели. Нестроенные ряды цифр на экране возникали и исчезали, быстро сменяя друг друга. Сквозь большие линзы очков человек какое-то время внимательно изучал их. От того, что он увидел, его лицо преобразилось. Раздражение в один момент уступило место к крайнему возбуждению. Процесс познания ранее неизвестного моментально вытеснил из головы все другие мысли человека. Однако длилось это всего лишь несколько минут, так как из-за двери в соседнее помещение раздался громкий звук ударов по зарешоченному окошку. «Да чтоб вас на фотоны разорвало!» не выдержал человек. Щелкнул тумблером, включая параллельную запись, и зло прокричал «Иду! Иду!» Засунув руки в карманы, человек вышел из лаборатории в приемную. Из-за решетки на него смотрело суровое, обветренное лицо. Во взгляде посетителя читалась прямота и честность. «Этот мне подходит», с удовольствием отметил про себя человек. И вновь, как несколько минут назад, его недовольство на лице сменилось предвкушением. Быстро разделавшись с посетителем, поставив ему в ПДА метку на старый поселок Аграриев возле самого кордона, человек отмерил шагами свою небольшую лабораторию. «Еще десяток, ну, может, два», размышлял человек, поглядывая на экран, по которому, как и прежде, шли стройные ряды цифр. «Пусть себе, он изучит их немного позже, когда закончится запись. Еще бы накопить статистики поглощений. Нет, самое главное, это моменты затухания пси-энергии мысли, следующие из которых, впрочем, он предвидел совсем скоро, благодаря своему недавнему посетителю. Последнюю мысль человек отметил с особым удовольствием. И вот тогда, да, да, вот тогда, быть может, он поймет, наконец, эту скрытую корреляцию между понижением энтропии во флуктуациях силовых линий аномальных образований и всплесками странной активности среди мутагенных организмов. Ну, безусловно, потребуется еще ряд исследований и кропотливый анализ распределения в проколах Бурнье, но это уже сущие мелочи, отмахнулся человек от преждевременных забот. Еще десяток, ну, может, два. Вы слушали рассказ «Симбиоз». Автор Владислав Каменев Запись произведена в рамках проекта «Свид» «Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2023 году. Читал Олег Шубин «Сказки для взрослых странах», «Сказки» «Сказки для взрослых странах». Продолжение следует...